Добрый вечер, ток-шоу, день за днём в эфире. Я Людмила Мунтиан. Почти 200 человек собрались на протест перед офисом партии «Действия и солидарность». Представители спортивных федераций Молдовы и их сторонники выступили против заявлений Майи Санду, отметившей, что строительство арены Кишинёв не является приоритетным. Сами спортсмены говорят, что открытие мультифункционального комплекса будет способствовать их лучшей подготовке. Кроме того, они считают, что благодаря арене в нашей стране можно будет проводить различные спортивные соревнования и чемпионаты. Я бы хотел, чтобы Майя Санду поняла, что у нас нет хорошей инфраструктуры, но мы гордимся нашим спортом и нашей культурой. И если мы не позволим нашим спортсменам прославлять нашу страну, чтобы они узнали во всём мире, что тогда нам остаётся? Мы выступаем за строительство комплекса «Арена Кишинёв», чтобы Майя Санду и Настасия не заблокировали этот проект. Все спортсмены, вся национальная сборная поддерживают это строительство. Мы сможем проводить там чемпионаты, европейские и даже мировые. Майя Санду против, а мы все за. Митингующие говорят, что в спорт и так инвестируют меньше всего средств. Мне интересно, когда наступит время спортсменов, когда будут инвестировать в спорт, чтобы мы могли достойно работать и представлять нашу страну на мировом уровне. Я не понимаю, чего хочет Майя Санду. Хочу пожелать ей родить ребёнка, воспитать его и подумать, куда она будет его водить – на плавание, на борьбу или в футбол. Прочь руки от молдавского спорта. Не мешайте строительству комплекса. К протестующим вышел генеральный секретарь партии Игорь Гросу. Эти деньги нужно направить на решение приоритетных задач, а это предвыборные подарки. Давайте будем серьёзными. Мы хотим заявить руководству партии, что если оно продолжит делать такие заявления, то мы выйдем на протест снова. Ранее спортсмены протестовали и у офиса партии «Платформа достоинства и правда». Напомним, комплекс «Арена Кишинёв» построят в коммуне Ставчены. Стадион будет рассчитан на 5000 зрителей. Здесь же построят олимпийский бассейн, теннисные корты и фитнес-центр. Стоимость проекта – почти 50 миллионов евро. Его запустили по инициативе председателя парламента Андриана Канду. Итак, с какими требованиями выступили сегодня спортивные федерации у офиса партии «Действия и солидарность»? Об этом расскажут сами участники митинга. Это Петро Ифрос, председатель футбольного клуба «Спиранца Неспурень» и Алексей Кутруцца, председатель федерации регби, а также независимый советник премарии Ставчин. Здравствуйте, господа. Добрый день. Здравствуйте. Господин Ифрос, сегодня на акции протеста вы говорили о том, что в спорте уже не первый десяток лет. Где вам приходилось тренировать, собственно, самому проводить тренировки и тренировать своих подопечных? В каких условиях? Вы знаете, я думаю, с конца 90-х годов в этой стране абсолютно ни одно правительство даже не спрашивало и не задумывалось о том, что мы те люди, которые всегда в спорте воспитываем наше новое поколение, наших детей, каждый в своем виде спорта, конечно. Они никогда об этом не подумывали даже. Все решают свои задачи политические, экономические, как угодно можно об этом говорить. Но нынешнее правительство пришло к тому, что это нужно нашему возрождению спорта. Я просто знаю, сколько я себе помню, с 90-х годов тренировал свои команды, где я тренировал на песчаном поле на Рыжкановке. Это все знают. Катастрофические условия. А что это означает для футболистов? Тренироваться на песчаном поле? Это постоянные травмы, это пыль, глотание пыли. Как вам сказать, если в Германии занимаются на зеленых полях с 4 лет дети занимаются футболом, а здесь ты занимаешься на песчаном поле, у тебя уходят колени. Это что угодно здесь можно. Я вам скажу, вам проще, наверное, это понять, потому что ваш муж тренирует детей сегодня на манеже, на рваном резиновом поле, где местами асфальт и местами то, что есть. Абсолютно непригодные условия. Как мы можем в этих условиях воспитывать людей, детей, которые могут куда-то, скажем, выехать? Смотрите, даже в таких условиях мы умудряемся воспитывать таких людей. Вот я говорю сейчас о спорте. Вот или взять как бы олимпийскую какую-то медаль, да? Когда возвышается флаг и гимн Молдовы, я себе представляю, Настаса плачет. Он горд. Мы все плачем. И Майя Санду сидит, плачет. Она тоже думает, что частица, она является частицей этого результата. Но на самом деле они являются, как вам сказать, убийцами нашего спорта. Потому что такое, то, что она объявила сейчас, что это нам не нужно, что приоритет нужно отдавать больным людям, людям старшего поколения. Да, они тоже нуждаются. Но если мы будем воспитывать новое, молодое поколение, здоровое, здравомыслящее, не такое, как Майя Санду мыслит, то я думаю, что эти дети, это новое поколение будет следить за нами. Мы уже взрослые, они будут следить за нами, чтобы у нас было все в порядке в пожилом возрасте. Поэтому, что я могу сказать еще? Если мы будем вот этим залом, этим домом спорта, как бы, ареной Кишинев, я думаю, что здесь будут заниматься всеми видами спорта. Это на румынском языке сало, поливаленты. Много функциональный зал. Функциональный зал. Что это означает? Значит, наши дети будут ходить на бассейн. И нам будет не стыдно проводить какие-то европейские чемпионаты и турниры. Давайте к этому чуть позже вернемся, как сегодня организовываться, если у нас условия. Нет, я хочу довести вот просто для Майя Санду, чтобы она одно поняла. Я вам скажу в футболе, что я знаю. К примеру, Сергей, не Сергей, а Александр Ипулянов. Гацкан, игроки сборной, Йоница, играя в Италии. Эти люди построили здесь себе дома. Они зарабатывают по 2, может быть, 4 миллиона в год. Эти деньги возвращаются к нам в страну. Эти деньги приходят из Турции, из России, из Италии. Они возвращаются к нам в страну. Вот представьте, что может этот комплекс сделать. То есть, если там будут заниматься тэквондисты, борцы, футболисты, мини-футболисты, все виды спорта. Что у нас может получиться? У нас наша страна может превратиться в поток выезжающих людей, спортсменов в разные клубы мира и Европы. Таким образом, они возвращаются, эти деньги будут собирать. Как, скажем, многие футболисты сборной Бразилии приводят свои деньги в Бразилию обратно. То есть, наши спортсмены будут привозить эти деньги в Бразилию. Вы уже говорите об эффектах. Давайте об эффектах позже, потому что об этом следует все-таки отдельно поговорить. Абсолютно с вами согласна, что это даст свои дивиденды. Господин Катрульцев, вы тоже не первый год в спорте, не первый десяток в спорте. Как вы тренировались, как достигали успехов? В каких условиях? Совершенно верно. Карьера спортсмена, особенно детей 90-х годов или 2000-х, мы знаем, что в стране вообще не было спорта. После Советского Союза все объекты просто разрушены были. Мы, естественно, занимались даже и на асфальте, и занимались на полях непригодных, никакой инфраструктуры. То есть, на данный момент эта проблема актуальна до сих пор. Для детских школ, для массового спорта, даже для любительского спорта, не только для профессионального. Я, например, мы, наше поколение, вот я рожден 79-го года, и мое поколение, оно не имело возможности, не могло мечтать даже о таких объектах, аренах, или обсуждать эту тему. То есть, вы видите, что и нынешнее поколение пока что только мечтает? Да, мы, в данный момент я уже являюсь как председателем федерации, как консилер местной администрации Ставчен. Я рад, что следующее поколение, или поколение, которое еще не родилось, или которое родится сейчас и занимается активно спортом, она сможет иметь качественные европейские условия для тренировочного процесса и для соревновательного, что немаловажно. То есть, и для родителей это очень, потому что они смогут ввести своих детей в очень инфраструктурную зону спортивную, где будут хорошие условия современные, и медицинские, и санитарные, и все будет на высшем уровне. Я не вижу, почему кто-то может об этом сказать плохо. Спорт является послом мира, и мы через спорт выезжаем на чемпионаты Европы и мира, и можем гимн Молдовы услышать только там, и флаг своей страны, и гордиться этим. И спортсмены, у нас здоровая нация только в спорте, здоровый дух только в здоровом теле. Поэтому и для профессиональных, и для любительских спорта, и даже для зрителей, для фанатов, это же объект такого значения. Я даже не вижу смысла, что кто-то может абсурдно просто рассуждать, что это не нужно. Вот смотрите, господин Катруца, в партии «Действия и Солидарность» вас попросили немножко подождать, что это не приоритетно. Сколько могут ждать еще спортсмены, в ваш взгляд, в республике Молдова? Пока будут такие власти, как Майя Санду, и будут рваться к этой власти, у нас ничего абсолютно не будет. А ждать мы можем? Мы, посмотрите, я же никогда не приходил никуда, никакие передачи, как политические аналисты или что-то. Вот я сегодня пришел первый раз, потому что у меня болит. Просто это большая боль. Когда человек, появилась такая возможность, ее предоставили. Нет, это нужно отдать куда-то вот приоритетнее. А что может быть приоритетнее наших детей? Окей, что может быть приоритетнее у меня моего внука, моих внуков, что может быть у него ребенка? Вот у вас, что может быть приоритетнее? Что? Окей, дедушка, бабушка, мать, это да, но мы, если здоровы, мы им поможем же. Мы им поможем. Почему вот этот человек так решил, что вот это Майя Санду решила, что она может просто нам закрыть вот тот свет в туннеле, который появился вот сейчас, буквально на данном, вот в этом году? Почему? Я просто думаю, что Майя Санду нужно просто выйти замуж, наконец-то в 46 лет, родить себе детей и потихонечку воспитывать свою семью. Давайте мы ставим ее, персональную жизнь ей на усмотрение, на самом деле, чем она будет заниматься. Подождите, но она лезет в нашу персональную, в нашу жизнь, не персональную, а общественную жизнь. Почему она может влезть в нашу общественную жизнь, спортсменов, всех? А я не могу сказать о ей жизни. Может и время просто не ходить на гей-парады, правильно? Так оно или не так? Вероятно, ей решать. Вероятно, но она нам как решать, если она там стоит и преградила нам путь к строительству этого комплекса. Она же преградила его. Она не преградила, я не думаю, что она может что-то сделать. Она абсолютно ничего не может сделать. Она просто вот потихонечку кидает, она рвется к этой бочке с медом. И она не может никак, знаете, как медвежонок дошел, а открыть ее не может. Я не думаю, что она такими поступками дойдет до этой бочке. Она никогда туда не дойдет. Я думаю, что ей надо просто отойти из политики. Это, я понимаю, там Настаса брыкается, там слюни пускает куда-то. Это, понятно, мужчина хотя бы, он там болтается куда-то. Но она что там делает вообще? Вы посмотрите на этих спортсменов, которые были на... Вы заметили? Они в шортиках. И они не в найках. Они не в адидасах. Они в простых шортиках. Вы не заметили? Это те спортсмены, которые защищают цвета нашей республики на европейских соревнованиях международных. И посмотрите на... Разверните пиджачок Майи Санды. Посмотрите, в чем она одета. Кстати, она работает где-то? Я не знаю, она не работает. Как она живет? Как она может вызывать на площади толпу из какого кармана? Какого кармана? Где она работает? Кто? Я не понимаю. Как может такой человек прийти и сказать олимпийскому чемпиону, который тренирует? Вот он выиграл чемпионат Европы с его сборной по ригби. Как она может ему преградить путь? Я не понимаю. Это просто бессовестно, бестактно и ненормально. То есть в этих политических баталиях она бьется, непонятно. Она всех обзывает ворами. Она уже готова нас, спортсменов, тоже ворами. Как? Вот такую допустить к власти? Это просто... Это ненормально просто быть. Господин Катруйца, но ведь сегодня вы выступали перед офисом паса в качестве спортсменов. Или у вас были какие-то политические заявления или требования? Нет. Абсолютно антиполитические. Мы спортсмены, мы выражаем... Вне политики. Мы выражаем свой спорт, он не политики, его нельзя политизировать. Мы выражаем свой просто накричавший, наболевший вопрос, потому что мы видим, что кто-то пытается, спекулирует на этом фоне, кто-то пытается запретить, кто-то высказывается даже, осмеивает высказываться. У нас спортивная маленькая страна, да, держава, но у нас есть дух у спортсменов, да, и мы хотели... Но этот дух нужно поддерживать кем-то, развивать в конце концов. Да, и мы хотели... Первый раз принялось такое решение, чтобы возвести такой объект, которым будут пользоваться все виды спорта, он мультифункциональный, да. В конце концов, будем гордиться этим комплексом все вместе. Он еще и социальный комплекс, он не только спортивный, но еще и социальный, культурный, там, для мероприятия. Вот вы говорили обо всех видах спорта, о том, что на самом деле можно сосредоточить, абсолютно все федерации, места всем хватит. Какова материально-техническая база сегодня, ну, в других видах спорта? Абсолютно никакая. Она практически отсутствует, она практически отсутствует, и... Хочу, чтобы телезрители тоже знали. Она практически отсутствует, но если она и есть, то она в очень катастрофическом и плачевном состоянии находится, где нужно ремонтировать настолько вложенных денег. Вот эти деньги, если распределить по всем объектам, то их может и не хватить, чтобы восстановить и советские объекты, которые... А здесь в этом мультифункциональном комплексе могут проводить чемпионаты Европы и мира юношеские, взрослые по дзюдо, по вольной борьбе, по гамболу, волейболу. Да, спортивные танцы, что угодно. Концерты, в конце концов. Он имеет потенциально очень огромный... Вы говорили о том, что вы независимый советник в премарии Ставчен. Ну, казалось бы, да, кто бы мог возмущаться, наверное, жители Ставчен. Как они относятся к этому объекту? Нет, земля государственная, Ставчен, к ней не имеет никакого отношения. Она будет находиться, юридический адрес будет находиться на территории Ставчена. От этого мы попросили, конечно, обратились с просьбой, чтобы было больше уделено людям рабочие места Ставчены. Откуда, конечно, инфраструктура Ставчен только выиграет. Нельзя сад к яблоню, которая там, она и старая, и больная, и нельзя делать агропромышленную, развивать сельскохозяйство в радиусе муниципия. Есть у нас достаточно земли, где можно развивать сельскохозяйство. А здесь, в радиусе муниципия, есть логически поставить такой объект. И я уверен, что в скором будущем републиканский стадион будет там же находиться рядом, потому что мы в нем тоже очень сильно нуждаемся. И давно эта тема уже возникала. И сейчас от этой инфраструктуры мы выиграем, Ставчены выиграем и по налогообложениям, и по зарплатам, и по людям, и рабочим местам, по всем показателям, по инфраструктуре. — Господин Эфрос, вы начали чуть ранее говорить об эффектах после строительства этой арены. Вы начали говорить о том, что Молдова в конце концов могла бы стать фабрикой, не знаю, футболистов, которые приносят свои дивиденды этой стране. Каких еще эффектов экономических и не только экономических и моральных мы можем ожидать? — Во-первых, здоровые дети растут. — Это самое главное. — Смотрите, я вам не зря говорил, вы посмотрите на эти съемки и посмотрите, насколько эти дети бедны. Те, которые выходят на определенный уровень, эти еще что-то зарабатывают. Я не скажу много, но что-то. Футболисты зарабатывают больше. Посмотрите, какая у нас проблема была в теннисе. Там стрелялись непонятно. Тоже в футболе было раньше, стрелялись в футболе. Все, понимаете, я вам одно скажу. Этот комплекс, арена Кишинев, я думаю, что этого недостаточно. Это очень мало. Я думаю, что я где-то слышал и поговаривают, что нынешнее правительство выйдет с новыми документами о законе о спонсорстве легальном. Потому что мы сейчас пока, честно говоря, все нарушаем закон о спорте. И этот закон о спонсорстве — это очередной шаг, который руководство страны должно сделать. Независимо, кто будет тут руководство страны. Этот шаг нужно делать. И нам нужен еще республиканский национальный стадион по футболу. Мы не имеем... Посмотрите, вы посмотрите рядом, в Тирасполе, и имеют такой комплекс. А что там? Там не отобрали пенсию у людей, когда строили этот стадион. А что? Мы говорим, мы, мы здесь, Кишинев, Тирасполь. Вот посмотрите. Это уже показатель какой-то. Там они смогут. Там нет ума и санду. Там приняли решение и построили. Нормально, великодушные люди вложили деньги, и они построили. Здесь появились возможности, и кто-то обязательно в политических вот этих баталиях обязательно нужно всунуть. Я не понимаю даже политически, что она выиграет сейчас. Если, возьмите, до 35 лет у нас активно занимаются спортом, я уверен, и вы ходите на фитнес. Сейчас модно. Все ходят в фитнес-клубы, плавательные бассейны. Все люди раньше не хотели сапы, сапу тягали. Сейчас они все уже научились и ходят. Все это так принято сейчас. Там разговаривают, беседуют. Здоровый образ жизни. Это нормально, здоровый образ жизни. Майя Санду не хочет. Я просто в шоке, честно. И вообще мы обсуждаем то, что... Я это не понимаю. Я просто... Я говорю, я никогда ни на каких передачах политических. Все. Все правы, неправы, воюют. Они между собой, это их не дело. Они могут что угодно. Но не трогайте нас. Мы так нищие. Мы нищие. Мы, посмотрите, в футбольном национальном чемпионате дошли до того, что получаем 6 тысяч лей. Что такое для футболиста два раза в день бегать по два часа, отдать свое здоровье, глотать эту пыль, которую предлагает нам Майя Санду? Что это такое? И получать 6 тысяч лей. Из этих мы оплачиваем еще налоги. Где это видано? И мы выходим на футбольную, на арену, европейскую арену. Сейчас наши три клуба оттуда выпали. А как они могут дальше продолжить? У нас нету закона о спорсовстве. Если у нас нету арен, нету... Это одна арена. Это национальная арена, где будут на самом высоком уровне проводиться соревнования. А нам нужно кучу стадионов. Сейчас приняли решение строиться у нас в Ниспаренах что-то. Я удивлен, как они там не погавкали, что там строится что-то. Я удивлен просто. Да это нужно в каждом районном центре, не в городке, но в городке. Это нужно. В Бельцах, посмотрите, в каком состоянии этот стадион. Посмотрите, в Унгенах. Это целый город. К сожалению, везде. Абсолютно нигде. Мы начали, предложили что-то с этого начать, чтобы потом, я так думаю, развивать инфраструктуру спортивную. Так нет, нашлись люди в политических этих баталиях. Им что-то не нравится. Да я, честно, я уверен, что Майя Санду просто... Она уже и так, ее растоптал, и этот, второй ее, как его зовут? Да бог с ними, мы же сегодня не политику, в конце концов, проводим. Ну просто нас не трогайте, спортсменов. Мы не будем молчать. Мы так просто. И нам никто не платит деньги, чтобы мы здесь выходили. Как они выплачивают бедным людям, которые они просто как бы бедствуют. Находят таких, дают им постоль, и они кричат там, выпивают, и начинают высказывать мнение. Типа они там против этой власти. Я живу в Дроссеченах, Людмила, живу в Дроссеченах, с 76-го года там дорогу не делали. Там есть 3 километра дороги, там без 700 метров, я измерял, не доделали. Ну я понимаю, там серединка выезд и заезд. И там 700. Там сделано 2 километра 300 европейской дороги. Я в шоке, это делается. Почему об этом не кричит Настаса? Что такое, как бы, где, как это? Все у них плохо, у Настаса, у Майя Санда все плохо. Все в этом государстве, а мне кажется, что последние полтора года, сколько это правительство, что-то делается. Я не политический человек, я всегда кричал. И в 94-й ходил к бывшему, первому нашему президенту, снегуру, и сейчас у меня с ним отличные отношения. Тот вытащил какой-то спонсорский какой-то, попытался человек что-то, это один, единственный человек, пытался когда-то что-то сделать для спорта, а не для футбола. У нас появилась Майя Санда. Я лично, мне этот человек против. Нет, мне лично. Давайте не переходим на персонали. Господин Кутрус, в этих условиях, когда и так понятно, что материально-техническая база в Республике Молдова у спортсменов ниже Плинтуса, насколько спорт привлекательен для талантливой молодежи? Ведь очень многие выступают под знаменами других государств. Очень большая проблема, конечно, сейчас во всех секциях практически есть дефицит детей по возрастам и по группам, и собираются группы. Если раньше было 20-30 детишек одного возраста, то сейчас если 10-15 соберутся во всех видах спорта, я говорю о вольной борьбе, о футболе и в равной степени о регби, я просто знаком с этой проблемой. И, конечно, родители, если приходят приводить своего ребенка, конечно, он хочет, чтобы там были хорошие условия, санитарные, хороший уровень покрытия. Он должен быть, инвентарь, база должна быть соответствовать, и поля. Конечно, у нас и нет этого олимпийского бассейна 50-метрового, который предлагают здесь быть, и в нем нуждаются пловцы, как никогда. А мы же знаем, что все родители сначала отдают детей в плавание, а потом для общего развития, а потом уже ребенок выбирает. Людмила, я прерву, смотри, извини, Леша, я прерву, Людмила, в 90-х годах, во времена Советского Союза, мы имели сборников по гамболу, сборной СССР. Мы имели по гамболу в сборной СССР, братья Маркочи даже выскажусь, мы имели сборной СССР по футболу, футболистов, мы имели европейских чемпионов по футболу, мы имели добровольского. Вы посмотрите, а где это все, в баскетболе, женская команда, и что с Советского Союза осталось в 90-х годах, как называлась команда на старой почте, в зале, в таком маленьком. Они заняли на чемпионате Европы шестое место, после того эти девочки постарели, и каждый ушли, и больше развития нет. Это говорит о том, что у нас талантливая нация, талантливый народ, они тоже могут. Мы настолько уже ущемлены того, что нету, вот нету. И правильно Леша говорит, пришел этот ребенок, и папа заходит, ну папа имеет денег, да, заработал, он хочет отдать своего ребенка в цивилизационном, и он приходит, к примеру, я не буду говорить конкретно куда, а там ребенку воняет, плесенью покрыта, купаться негде. Я, ну, я думаю, наверное, я не отдам ребенка сюда. Он развернется и учет, конечно. Ребенок может хочет, но я не хочу. Я не хочу, чтобы он грязни рост, так? И начинаем, что мы ищем? Выехать куда? В Бухарест, выехать куда-то в Европу. Есть родственник Виталий, поедем в Виталию. И ведь многие выезжают, господин Ифроз. Они выезжают с детьми, и честно, я пока был мой ребенок маленьким, я все обошел, я всю Европу обошел. Ну, понимаете как? Потому что здесь вот так у нас вот принято, у нас нет их условий для того, чтобы мы отдавали с душой. Что вы знали, оставили ребенка там, он выйдет чистенький, аккуратненький, от него хорошо пахнет, все. И при деле, не в какой-нибудь дурной компании, абсолютно с вами согласна, это очень важно. Да, дурная компания развивается там, где грязь. Ну как если здесь грязь, пыль, вы понимаете, что, ну как? Если вот как я как тренер, он мой футболист, вот я даю вам один пример, просто, с моей командой. Мы занимаемся на ставченах, также на футбольной базе, слава богу, что эти ставчены есть, этот примар есть, они еще ухаживают за этим полем, мы там арендуем. И что вы скажите, у меня был футболист, который сыграл одну игру, вот сейчас, месяц назад, мне его предложили с Барселоны. Он 20 лет сыграл один год матч за Барселону, первая команда, остальные за Б, и сыграл в Турции. И сейчас он годик затерялся, а Кристиану говорю, Крис, вот, говорит, пап, если он был в Барселоне, вот он зайдет, у нас еще цивилизованные, очень чистые раздевалки и все прочее. Да он здесь только увидит, у него развернет от футбола, он не станет здесь у нас футболистом. Мы должны создать те условия, даже если мы финансово малоимущие, то мы должны так, вот он пришел, должно быть все в Европе, беленькое, чистенькое, все в гостинице должно быть, как во всем мире. А у нас все не так, у нас пока еще все не так. И если, вот я что ощущаю, вот последнее время, мне многие люди говорят, у меня очень хорошие, добрые отношения с русскими друзьями, и я отношусь к России очень, я не националист. Но, мне кажется, русские имели много-много времени для того, чтобы вложить в нас что-то, чтобы мы... Вот сейчас европейцы, мы сторонники идти в Европу, все хотим, ну, во всяком случае, множество людей хотят туда. Для чего они хотят? Мы там побыли и мы увидели, что там нам, мы хотим там быть, мы хотим быть тоже цивилизованными. Мы же такие же белые люди, у нас такие же волосы, такие две руки, мы же тоже учимся в школах, у нас хорошие учителя. И мы хотим условия для своих детей. Ну, мы хотим условия для детей, почему мы не можем строить себе однокомнатные квартиры и там жить? Почему в одну комнатной живешь, там свинья, теленок, все, и можешь жить? Ну, живется же, жили же так. Но сегодня мы хотим по-другому. Мы хотим по-другому, и мы заслуживаем жить по-другому. Господин Катруса, как вы считаете, на самом деле, очень эмоционально, очень, я не знаю, с душой вы говорите об этом деле, о том, чтобы действительно арена должна быть построена. Как вы считаете, удалось вам сегодня донести до руководства этой партии свое требование? Я думаю, что нам удалось, конечно, передать... Если нам не удалось, то нам удастся. Мы вернемся, если что, и будем продолжать. То есть, на самом деле, вы готовы протестовать не один раз? Ну да, если Майя не возьмет и не поймет, чтобы не трогать эту тему, потому что спорт – это культура, спорт – это воспитание нации, это сильная нация. У нас есть большие результаты в спорте. Дай бог, чтобы у нас были в других областях такие результаты в экономике, в политике, чтобы были хотя бы как в спорте. На самом деле, господин Эфрос очень хорошо расписал, да, что результаты и успехи в спорте могут привести дивиденды в экономику. Время наше, к сожалению, стекло. Я вас благодарю за участие в программе, за ваши точки зрения, только что подошло к концу. Напомню, гостями сегодня были Петру Эфрос и Алексей Кутруц, а я с вами прощаюсь до завтра. Увидимся, как обычно, в 18.20. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин